Ла-ла-ла-ла... Я знаю, кто-то там в тиши есть дальний. не видим он глазам под спудом тайны. Земные длит он дни в нездешних сферах. Он нам готовит сны, изиждет веру. Пусть благодать со звезд всем верховодит, но на кругах всерьез смерть рыщет, бродит. Плати еще, еще за рай на свете, как далеко зашел бог в играх этих. Моя картина посвящена Эмили Диккенсен, культовой американской поэтессе второй половины 19 века. Это попытка образно воплотить ее творческую биографию. Кинокартина любительская по технике и жанру. Но в сценарии я держалась литературных канонов. Стихи в моем фильме это тематическая стилизация под поэтессу. Фильм подробно раскрывает жизнь знаменитой затворницы, и домысла в нем нет. Не стоит воспринимать картинку и мелодию слишком серьезно. Видеоряд символьный, это просто отцверки большой судьбы, как будто напевы из рисовки сквозь воображение самой Эмили Диккенсен. Поэтесса была ранимой, тонкой натурой. Она была раскована с природой, а людей сторонилась. Ее не понимали родные, она редко выходила из дома. На прогулке дружила с цветами, бабочками и шмелями. От бесед с незнакомцами смущался даже ее кружевной воротничок. Она не понимала смысла церковных таинств, хотя была с Богом на «ты». Она не зубрила церковных текстов, ее лирика сама была особенная. Я много переводила стихи Диккенсена на русский язык. Ждет издание книга моих поэтических переводов, их больше ста. Нависли низко небеса, да и буран сердит. Едва беля окрестный сад, снег из-под воль летит. Упрашивает ветер нас, не стойте на тропе. Природа, как и мы подчас, в залатанном трепье. Сейчас стихи Диккенсен переживают новую жизнь в Европе, но смею предположить, что моя символьная кинокартина – это первая полнокровная биография поэтессы в истории кинематографа. Биография эта метафорическая, в цветных аллегориях, навеянная ее стихами, образами, сюжетами, темами. В стихах она экспериментатор, авангардист. При жизни ее почти не издавали, а публикацию она считала постыдством. Ее стихи робкие, в полголоса, но при этом действенные и сильные. Мои мелодии в фильме – это стилизации под протестантские богослужебные гимны, которые Эмили Диккенсен знала с детства. Мой фильм «На неслыханных фрегатах и юнир» нашел одобрение на родине Диккенсен в городе Эмхерсте, который теперь стал бойким университетским городом. Надеюсь, моя фабула запомнится и вам. Доброго вам знакомства с моей короткометражной картиной. В остальном Эмили Диккенсен будет напутствовать вас сама. Поэтесса никогда не видела бескрайнего моря, но ее стихи держат курс на необозримую вечность. Я дома не была сто лет, вернулась лишь теперь. Войти с подворья духа нет. Кто мне откроет дверь? Меня чужие обведут глаза. А вы к кому? К той жизни, что забыла тут? Застану ль то в дому. И трепет тот меня объял, дыхание свело, припомнила все годы я, грез в душу намело. И вдруг меня взял жгучий стыд. Топчусь, смешно самой. А как он услощал мечты когда-то, путь домой. Рука щекуду обовьет, и ну, шагай вперед. А дверь откроется, и вот, ищи на волю ход. Я быстро руки от двери отняв, как от стекла, пока никто не отворил, вон стрекоту дала. Субтитры создавал DimaTorzok Ла-ла-ла...